привет друзья знаете что я подумал а надо было еще серию этих фильмов назвать так лучше один раз услышать чем сто раз увидеть почему я уже говорил не раз это серия рассказов я цитирую сам себя почему потому что многие на слух как и я воспринимает лучше а читать вообще с экрана текст это вообще пытка для нормального человека так что будем слушать железово поехали очередная статья из моей богатой жизни богатый образа говоря зачарованный мир садоводства и его удивительные люди первое предисловие привет друзья организаторы снговского слета садоводов селябинске попросили меня поделиться впечатлениями так вот получилась цепочка начался рассказ о слете а затем не смог остановиться и рассказал об удивительных людей в садоводах элите садовой россии далее по порядку рассказываю без хронологической привязки так как для меня все три дня слились в один по динамизму и напряжению надо было оправдать то то есть 18 часов для доклада на 10 выступающих мне отвели целых восемь раздался звонок и знакомый голос уральского авторитетничного садовода и организатора всероссийских съездов садоводов а николай георгиевич сергеева голос произнес волшебных фразах константинович приезжай на слет я взял паузу долго думал а потом с удивлением узнал что я уже отдал согласие и буду выступать закладом после этого отказываться уже выглядел бы трусостью зато лишний раз поделился необузданной энергии одного из лучших садоводов россии вот он на фото вот он и зовут его николай георгиевич сергеев колоритнейшая личность мамонт я его так называю причем мамонт он из вымирающего племени штучное изделие забегая вперед скажу что столкнулся с человеком феноменальной воли и с непререкаемым авторитетом среди настоящих садоводов россии но нет больше в нашей стране известного садовода другого к которому приехали бы расходуя свои деньги на дорогу гостиницы десятки супер специалистов широких просторов снг засел за доклад путеводная звезда это 1000 фотографий расположены последовательно по темам 150 фото немыслимого в сибири урожая 2013 это вот то время писал статью лучших сортов абрикосов слив персиков вишен яблони груши хотел ошеломить собравшись чтобы они в дальнейшем доверием отнеслись к моему докладу опасные спиртельные агроприемы широкая практика которых и безудержная пропаганда в средствах массовой информации и стала причиной уничтожения садов россии повсеместно лучше уж ничего не знать садовых благодатчиков чем знать чем и как не ведая что творят убивать деревья выбор места посадка семян живительное неглубокое и смертельное позже заглубленное полезные советы которые широкая общественность так мало знает практика прививок от широко распространенных способов поворачивания саженцев и инвалидов в детство до эффективных но нелюбимых затурканными средствами нас информации дачниками организация плода питомников примерно ниже семена и вегетативная гибридизация вся королевская рать решающую роль в моем приезде сыграла дружба с садоводами Урала и какими садоводами перед вами фотографии Челябинского супруга Владенкова не поверите по эффективности работы заменившая собой научно-сельский институт сельского хозяйства и не просто заменившая да наука переживает тяжелейшие времена и вот ей подставляют свои плечи садоводы и любители протоптавшие ноги дороги не просто в создании новых сортов но и принципиально новых вегетативных клонов не имеющих права быть признанными официально запрет на лысинковщину не отменен а значит не нужных вот он Юрий Алексеевич Владенков сейчас в эти дни сегодня 17 февраля 21 года он лежит в реанимации в тяжелом состоянии помолимся за его здоровье а вот и их скромные плоды которых не может быть и вам друзья они просто меречатся по крайней мере так уверяют наши оппоненты вот его супруга Владенкова Галина Дмитриевна полюбуйтесь на эту фотографию а еще в эту важную поездку мне повезло во очередь увидеться самой Людмилой Ивановой автором книги, передач, семинаров богатейший опыт Людмилы Васильевны изложен вот в этой книге отзыв о Ивановой после доклада на слете один продвинутый садовод такой как Людмила Васильевна стоит дороже десятка переписывавших диссертации кандидатов наук вот ее книга и стоит эта книга смешные 150 рублей но это в то время их было то 100 или 200 так что и электронный адрес уральского агронома лишним не будет и телефон тоже 8-951-818-36-91 я по нему не звонил уже много лет вот но сегодня обязательно позвоню вот вот вы спросите, друзья а нужна ли вам эта книга в море литературы представьте себе 4-5 головок чеснока на весах и цифру ровно 1 килограмм и другие чудеса тогда и решите а вот полюбуйтесь на саму уральскую чудотворницу вот она Людмила вот об уральских чудотворцах я расскажу не раз так как они замечательные люди начиная с организаторов слета Сергеева и Александрова и сами не понимают какие они штучные изделия а мне со стороны виднее вот он Александров Николай Андреевич организатор слета и это еще не вся рать на вокзале среди встречающих суперспециалист садоводства и лекарственных растениях Владимир Александрович Долнатов в городе Заветауст его статьи садовод Долнатов правда об облигиховом масле золотой корень достойность соперника решения украшает мой сайт вот эти две статьи на моем сайте очень ценные а вот его новое слово в защите садовых растений прошло официальное испытание признано следующее достоинство цитирую рано заживления отпугивание мышей защита от грибковых поражений фото 7 сделано уже в моем саду и не ради рекламы а пользы для хотя почему же не для рекламы странно должна знать свою герою смысл изобретателей и вот вам его данные вот Долнатов Валерий Александрович 8 919 332 12 19 и второй телефон 8 963 156 04 21 вот адрес он сейчас проживает не в городе Златоусте а в Челябинске короче достаточно того что вот эти два телефона вы до него дозвонитесь электронный адрес Валерий Александрович увы нет пока даже компьютера где вы видели в России богатых изобретателей садоводов я к примеру ни одного а теперь глянем на самого изобретателя фото 8 Валерий Александрович стоит вторым справа вот он вот самая светлая одежда это он вот стоит вот он распахнутые эти куртки ох и много садоводом любителям ежегодной стрижки деревьев а фактически по уничтожению теперь придется обратиться к нему правда у нас легкой руки недоброжелательны с трибуны съезда садоводов России теперь зовут шаманами мы не обижаемся не обижается и наш друг из Удмуртии вот Александр Иванов вот он сидит бородатый самый вот электронный адрес телефон зачем нужны его данные а ведь он агроном по образованию и по духу а еще владелец питомника увидите его розы и не только розы прощай сон Александр Владимирович украсил и передал авторитет нашей группе шаманов вот он сидит слева вот он нашлась для нашей группы настоящий волонтер Валентина Перухина на фото вторая слева вот она вот она рядом со мной вот в очках это я вот вторая слева сейчас что-то хотел глянуть ага все правильно Валентина постараюсь постараюсь сейчас не делать длинные фильмы по той причине что это люди начинают уставать внимание сейчас вы увидите ой что вы сейчас увидите что увидите это это я ищу думал быстро найду так а вот ну а теперь внимание друзья держитесь за стулья вначале прочитаю а потом чем дальше тем страшнее как в сказке тем интереснее я из омска так Татьяна etic Indiana смотрите в 2007 году 2015 30 лет прошло я давно забыл замуж 당신 знаете как на меня накидывается aaS подмосковье не могут жить ancy а тут у центр Сибир'. Итак, засадила весь огород, то есть она у меня выписала косточки и абрикосы, раздавала соседям, отбраковывала, теперь это большие деревья 5-6 метров, осталось только два, очень много занимает места на моих швейцах. В прошлом году осталось так, что дали небывалый урожай, ветки ломились. Тут я возмутился, думаю, а где в фотографии? Спасибо огромное за незабываемые эмоции, спасибо за вдохновение к прививкам, это вы заразили меня волшебством к прививкам, теперь в моем саду поселились много сортов яблони и груши, некоторые сорта ваши, это действительно большое счастье ощущать себя волшебностью. Видите, я весь в таких вот этих, тонул уже, потому что у меня есть папка, а там все, что в России из моих семян, черенков и саженцев выросло, по всей России, от Сахалина и до этого, до Калининградской области. Ну а теперь смотрим, я вначале возмутился, смотрю елки, а где же абрикосы? Ну мне интересно все, мне интересно все, ребята, ну наверное это мои груши, наверное они вкусные, наверное это груши, наверное вкусные. Я сейчас не буду подробно, у каждого сорта есть своя история, но об этом мы еще будем говорить, говорить, мы будем как бы уже разбираться по-настоящему, вникать, но чуть позже. Ну тут я еще возмущаюсь, где же мои абрикосы, в косточек, а тут я про абрикосы, ну это я уже знаю что это такое, это северный синап, бочкообразный, но это не мое, тут я пропан в этом винограде. Вот, а груши продолжаются, яблоки продолжаются, ага, вот это, наверное, Татьяна Бортнякова и есть, вот наша красавица, смотрим дальше, абрикосы, она говорила, как это супер урожай, давайте искать, ага, красавца, ой, ни одной не пролистну, я наслаждаюсь, вот сюда посмотрели, сюда посмотрели, так, сезам откройся, сюда, 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 ух ты, весна, лето, вот он, Омск, Омск, когда-то был в столице Сибири, все, ну что вы скажете на это, для меня такой подарок, когда я получил это письмо, такой подарок, а ведь когда-то мне поверил человек, до сих пор не верит Академия наук, до сих пор, вот я в предыдущем письме, ой, фильме, если вы смотрите, все подряд, помните, ученый Ромик Капт написал, сам соблюдая нейтралитет, что сам ревский генерал, он же председатель, президент императорского российского общества, сто лет назад, хозяйничал Крыму и сказал, наш ученый современник, он бы с Валерием Константиновичем бы не согласился, где Крым, а где Сибирь, пусть не соглашается, спор виртуальный, через сто лет, какой там спор, вот, он был молодец, президент, он же генерал, он же прекрасный садовод, книги писал, прекрасный сад, вот, а мы предложатели, представляете, как это великолепно, я не могу успокоить, генерал Раевский, он же один из лучших садоводов России, генерал, сейчас генералы, не, это, совсем другого типа или как характера, сейчас нет среди них таких увлеченных, прикажут, им и сад посадят, и дачу построят, ну, все, друзья, заканчивается очередной фильм, может, 10-й, 12-й, где-то в этом, вот, а мы с вами попробуем еще сотни фильмов снять, надеюсь, что они все пригодятся, до свидания, друзья, а, знаете, как там, что-то про лайки, мне напечатали такую штуку, говорят, Константинович, скажите, лайки, скажи следующее, завершение, по традиции, несколько слов про лайк, если поставите статье лайк, ее покажут другим читателям и в ленте, так программа определяет, что нравится аудитории, если судить по темам, которые показывают чаще, а всем нравится смотреть про знаменитых, знаменитостей, которые женились, развелись, подрались, спились, поэтому будьте как добры, поставьте, пожалуйста, лайк. Так, все, друзья, на этом я заканчиваю нашу беседу, долго ждать не придется, значит, план такой, каждый фильм один-два дня, и так до бесконечности, у меня сотни статей, которые надо перевести на разговорный язык. Субтитры сделал DimaTorzok